Сегодня я хочу коротко говорить, я постараюсь. Это небольшие пункты для нашей души. Я не знаю, видели вы или нет, но в Израиле очень много постеров с праздником свободы. С радостной свободы. В хирурт самих, просто махук. И мы понимаем почему. Потому что в Газе находятся наши люди в плену. И из-за этого нет много радости. Наоборот, есть очень много гнева и боли. И мы действительно молимся за тех, которые находятся там в плену Хамаса. И они находятся в страхе и в недостатке всего жизни. Мы молимся, Господь, чтобы ты вывел их на свободу. Мы молимся, Господь, чтобы ты дал нашим силам безопасности и мудрость, чтобы их живыми вызволить из плена. Еще я хочу поговорить с вами про что-то. Когда правительство каких-то стран что-то делает, мы обвиняем, прежде всего, правительство. Но за все ответственен народ. Есть даже такое выражение, что народ достоин своего правителя. И праздник Песох связан с тем, что по Египту ходил Ангел Смерти. Мы читали про девять очень страшных казней, но даже после девяти казней, Египтиане не готовы были отпустить народ Израиль. И после этого Бог посылает Ангел Смерти. И тогда все разрешается. Леху, леху мипо, леху маэр. Испугались и говорили, уходите отсюда быстро. И в христианской теологии есть выражение, что Бог не приносит зло. Но здесь мы видим, что Бог посылает Ангела Смерти. И Бог сказал, мой Ангел пойдет по Египту и умертвит каждого перворожденного Египтианина. Но в чем они были виноваты? Почему весь народ Египта наказывать? Маэм, амру, тааргу, терцеху, бне Исраэль, это было приказание от фараона. Но я возвращаюсь к тому же выражению. Что каждый народ достоин своего правительства. И обычно народ платит более дорогую цену чем правительство. И сейчас мы это видим. Мы видим, что подобное сейчас происходит в Газе. В Газе. А правительство Газе сидит в Духе, в Катаре, и пьет пиво безалкогольное. И наслаждается жизнью по полной. Но каждый народ достоин своего правителя. И мы, как народ Израэль, Мы также проходим очень сложные вещи с нашим правительством. Мы продолжаем проходить. Очень важно сейчас ходить в страхе Божьем и молиться за наших правителей. Смотря что происходило последние две недели в нашей стране, Я просто даже подумать страшно, Какое давление есть на нашего премьер-министра и на всех министров. И я призываю общину Шавей Цион молиться за них. Как написано в Новом Завете. От никуда. И еще один пункт. Есть как-то битует свои, а мой дом. Стоять смирно. Есть в армии выражение, стоять по стойке смирно. Дом. А ты стоишь смирно и ждешь какого-то битва. Я видел то же выражение в Торе. И мы забываем, когда Нада и Авиут стояли, вернее, умерли, принеся чуждый огонь, написано, что Аарон стоял смирно. Он стоял как будто в ожидании и не знал, что дальше делать и что дальше будет. Я не думаю, что народ сейчас исполнен страха. Есть, конечно, люди, которые сейчас в панике. Некоторые переживают панические атаки, потому что положение действительно сложное. Но это не массовое сейчас заболевание. В основном люди стоят как будто с мирного ожидания чего-то. Может быть, есть страх тут и там, может быть, есть сильное беспокойство у некоторых. Но все такое, достаточно обычное. Но народ ждет реакции. Я очень надеюсь на реакцию не с Соединенных Штатов, а с небес. Народ ждет реакции с Небес, не с Соединенных Штатов. В 120-м псалме написано, Возвожу очи мои гарам, откуда придет помощь моя. Еще один пункт, про который я хочу поговорить. Вы знаете, что у Бога есть много разных имен. Например, вы помните, когда Яков убежал от Исава? Кто помнит этот рассказ? И написано, что он пришел на место. На иврите написано, что он поразил это место. Поразился. То есть он упал на этом месте. Очень интересно. В толкованиях говорят, что место – это одно из имен Бога. Когда ты пришел в правильное место. Не по-навигатору. Не по-навигатору. Когда ты пришел в место, где ты чувствуешь что-то другое. И Яков говорит, что в этом месте находится Бог. Нам нужно искать, и каждый может найти это место, Бога, в правильном месте. И увидеть его с именем место. Когда я нахожусь в месте, которое принадлежит, которое у него. И опять я хочу процитировать это место, Иисусалма. «Возвожу очи мои горам, откуда придет помощь моя». Немножко глупо смотреть на горы и ожидать оттуда помощь. Горы только может снег, льв, спуститься и убить тебя. Но когда написано «Я возвожу очи на горам», горы – это тоже одно из имен Бога. Поэтому в Псалме написано «Я возхожу на гору Господню». Я убегаю от всех вещей, которые окружают меня. Я хочу быть в том месте, где я могу быть в присутствии Всевышнего Бога. Я думаю, что сегодня убежать и находиться в присутствии Бога – это что-то, чего нам очень не хватает. Несколько дней назад я был в Иерусалиме. И вы помните, что в прошлой субботу здесь был Джой из Америки, и он нас взял в одно интересное место. Это место находится возле кибуца Рамат Рахель. Это где-то в расстоянии полутора-двух километров от города Вифлеем, где живут рабы. И посередине есть гора. Не Эверест, такая небольшая горочка, 300-400 метров. И эта гора называется Гора Елисея. Если вы помните, что написано в книге Пара-Лепоминон. В один день Элисея был на этой горе. Он был вместе со своим помощником. И царь Израиля требовал его души. Он хотел убить его. Он хотел убить Элисея. Но огонь сходил с небеса и убивал всех. И на каком-то уровне помощник Элисея просто был в панике. Но Элисея ответил и сказал, Господь, открой ему глаза, чтобы он увидел, кто с нами. И потом, Геези, это имя его, И потом его слуга, вдруг открылись его глаза, и он увидел огненные колесницы и огромную божественную армию. Это эффект от имени Бога гора. Когда мы смотрим на Хар Адонай, он дает нам эдгалутость и он видит что-то вокруг нас. Когда мы восходим на гору Господню, он дает нам чувство безопасности, и тогда мы видим, кто действительно окружает нас. Еще один пункт. Это тоже связан с именем Бога гора. Когда народ Израиля вышел из Египта, они пришли к горе Синай. Это тоже не эверест. Синай тоже где-то 500-700 метров выше, но тоже небольшая. Но сейчас никто не знает точно, где находится гора Синай. Никто точно не знает, говорят, что с Эйлаты можно увидеть на границе с Египтом. Говорят, что нужно искать где-то на Синайском полуострове. Это не так важно. Но когда колено Израиля пришли к этой горе, и они увидели курение дыма и пламя, то они стали единым народом. И очень важно в эти времена просить у Бога обновление Откровения, которое было на горе Синай. Есть такое выражение в народе, что каждый должен на личном уровне выйти из Египта. И одно из результатов этого выхода, это услышать Бога, который говорит с огня через курение дыма. И одно из мест Писания, которое я очень люблю, это Второзаконие, 5 глава. Когда Моше напоминает остатку потомкам вышедшим из Египта, те, которые родились в пустыне, которые не были свидетелями дарования Торы. Он говорит, вы стояли там, где Бог говорил с вами из огня. И они сказали, нет, мы там не стояли. И он говорит, да, вы стояли, вы были в ДНК ваших праотцов. Это говорит Саева, и о нас тоже. И моя молитва, чтобы Бог дал нам прочувствовать, и понять, и пережить эту принадлежность, призванию. И еще я хотел вам что-то сказать сегодня. В книге Даниила, в 10 главе, есть рассказ про князя Персидского. Мы помним этот рассказ, когда Даниэль две недели молился и посетился. И спустя две недели пришел к нему ангел Гавриил. И он сказал, уже две недели назад была услышана молитва твоя. Но князь Персидский мне противоборствовал. И если бы не помощь Михаэля, который является князем Израиля, возможно, я бы до сих пор не пришел к тебе. И вот мы видим князя Персидского. Это какая-то духовная сила, которая опять угрожает нам. Как во времена Даниэла. Опять персы, и опять оттуда исходит страх. Но я могу сказать, что Архангел Михаэль, князь ангелов, все еще в силе и находится на своем посту. И также написано в книге Исход, что Бог даже никакому из ангелов не дал управлять Израилем. Он сказал, я сам буду владеть вами. В книге Второзакония, в 32 главе, в 9 стихе написано, когда Всевышний давал уделы народам и расселял сынов человеческих, тогда поставил пределы народов по числу сынов Израилевых. Ибо часть Господа народ его, Иаков, наследственный удел его. Иаков принадлежит эксклюзивно Богу. И никакой ангел, князь персидский, не может сказать, я отмщу Израилю. В Исаии 49, в 3 стихе написано, «Исраэль, ота авди, биха етпаэр». Ты раб мой Израил, и в тебе я прославлюсь. Везе автаха, גם, леам Исраэль, гам ле Машиах, гам ле Машиах, гам лану акшав, шхоим ба змен азе. И это, аппишанья Израэлю, и Машиаху и нам в это время. Я хочу завершить молитвой, которую мы все знаем, Отец наш Небесный. И я думаю, что эта молитва очень подходит перед праздником Песох. Потому что там есть несколько очень больших правосглашений. Абитахон шелану ба гдула шел Авину. Наша уверенность в величии нашего Отца. И есть там молитва о том, что мы должны иметь широкое сердце прощать людей, просить прощения, и также давать прощения. И есть там место Писания, которое убирает нашу гордость, гордость духовной войны, что мы всегда должны противостоять дьяволу. Наоборот, мы там просим у Бога, не веди нас в искушение, избавь нас от лукаву. Это очень важно, чтобы мы искали свою уверенность и прятались в Боге, и не искали то место, куда Он нас не ведет. Мы живем в очень чувствительном и духовном месте. И те вещи, которые мы видели, как работают в других странах, здесь работают по-другому. Нам нужно быть намного более чувствительными к духовным вещам. И я думаю, очень важно опознать Бога как гору, на которую мы восходим, и в чьем присутствии мы отдыхаем. Давайте встанем. И вместе помолимся. Мы молимся, чтобы ты дал обновление нашему народу. И мы молимся, Господь, чтобы в этот праздник Песох ты многим-многим из нашего народа открыл своего сына, Господа, Ишуа Мессия. Мы молимся, Господь, об обновлении нашего откровения, чтобы мы, как сыновья и дочери, могли увидеть тебя и укрепиться. Отец наш Небесный, и ткадешь Симха, да святится имя Твое, да придет царство Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день и прости нам грехи наши. и не веди нас в искушение и избавь нас от лукава. Ибо Твое царство и сила и слава во веки веков. Господь, мы молимся, чтобы мы могли узнать и почувствовать Твою силу. Я чувствую, что что-то изменяется в это время во всем мире. И мы лучше должны понимать слова Ишуа, которые говорили своему ученикам. Вы свет миру. И вы соль в этом мире. Овину, что в шаме им, дай нам возможность молиться. Дай нам направление в нашей молитве. Дай нам агдут в наших семьях и в нашей общине. И мы молимся, чтобы ты продолжал делать чудеса и знамения в народе Израиля. Амин. Субтитры создавал DimaTorzok и субтитры создавал DimaTorzok и субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok